В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте! Менее чем через три года Самаре предстоит принять огромное количество гостей из самых разных стран мира. Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 уже идет полным ходом. Кроме того, как стало известно, именно на Самарском стадионе, проект которого признан лучшим, сыграет сборная России. Таким образом, наш город станет третьей столицей футбола наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Еще три года назад Самара и не надеялась стать третьей столицей Чемпионата мира по футболу 2018. И вообще могла быть исключена из числа городов-организаторов Мундиаля. Ключевое решение о переносе места строительства стадиона в район радиоцентра, принятое губернатором региона Николаем Ивановичем Меркушкиным в 2012 году, не только позволило существенно сэкономить средства на строительство. И эта площадка отвечает всем требованиям FIFA. А вот менять проект стадиона не стали. Большая вместимость, 45 тысяч посадочных мест, позволяет провести в Самаре столь ответственные матчи 1-8 и 1-4 финала. Это большое доверие региону, огромное доверие. И я уверен, что регион справится, потому что в первую очередь это делается для самарского болельщика. Это будет большим достижением и большой поляризацией самарского региона вообще на мировой арене. На самарском стадионе выступит и сборная России в одном из матчей группового этапа. Кроме нашего региона, право проводить матчи сборной страны выпало лишь в Москве и Санкт-Петербургу. Всего же на поле космоса арены пройдут 6 матчей чемпионата. Как известно, футбол в Самаре один из любимейших видов спорта. Болельщики уже готовятся бронировать места на трибунах и ждут позитивных перемен в самом городе, который, к слову, уже на виду. Присвкушение прежде всего, то есть ожидание чего-то, каких-то изменений, каких-то новых построек. В городе, опять же, реконструкции зданий, реконструкции дорог и так далее. То есть, ну, позитив в основном. Требования FIFA очень-очень какие-то жесткие, может, чтобы ловим футбол. Это рапорт, гостиница, дороги, очень. Там много, конечно, критериев, где это будет смотреть, как наш город будет представляться в Мундиале все это. Самарский проект стадиона получил одобрение на самом высоком уровне. Министр спорта России Виталий Мутко, осматривая стенды городов-организаторов на церемонии предварительной жеребьевки в Санкт-Петербурге, отметил. Немаловажно, что регион собирается комплексно развивать территорию. И после стадиона к чемпионату мира рядом с ним должны появиться велотрек и дворец водных видов спорта. Кроме того, город получит значительные инвестиции из федерального и областного бюджетов на постройку социальных и спортивных объектов. Развитие инфраструктуры, благоустройство города, дорог, парков и скверов, восстановление фасадов домов – лишь малая часть плюсов. Самара станет туристическим центром, появятся и новые рабочие места для жителей. Основные такие знаковые места, они будут приведены в порядок. Будет много людей, много гостей, много будет контактов. И какими они нас будут видеть, как мы будем общаться, как мы будем себя вести, в каком состоянии будет город, в каком состоянии будут дворы и так далее. И это будет очень на долгие годы. Чемпионат мира по футболу оставит хорошее наследие. Молодое поколение сможет заниматься спортом на объектах, отвечающих мировым стандартам. По статистике, почти половина населения всего земного шара следит за играми Мундиаля. Самара не только получит мировую известность, но и существенно повысит свою привлекательность для международных инвесторов. Марина Кравцова, Константин Головин. События. В этом году в Самаре начали строительство сразу двух школ. В поселке Крутые Ключи и в микрорайоне Волгарь. Такого не было в городе последние 20 лет. Капитально ремонтируют школу 81, а в 12-й школе заканчивают последние работы в новом пристрое. Не только о новшествах, но и о богатой истории школы рассказали нашему корреспонденту. Самый точный и подробный макет Ильинской церкви хранится в школьном музее 12-й школы. Храм стоял на Ильинской площади. Именно здесь при церкви в начале 20-го века появилась мужская церковно-приходская школа на более чем 100 человек. При советской власти церковь взорвали, а площадь переименовали в Красноармейскую. От Ильинской церкви осталось, конечно, реально очень мало. Но нам удалось, вы знаете, даже найти камни, когда вот копали Красноармейскую. Мы залезли, это реальное... А это от мостовой, да? Нет, это от фундамента Ильинской церкви. Конечно, мы мечтаем кирпич найти из него. Когда церковь разломали, из нее сделали клиническую больницу. Школа осталась и по сей день. В музее чутко хранят историю ее создания и место, на котором она стоит. 12-я школа знаменита своими выпускниками. Здесь учились герои Советского Союза Александр Ямщиков и Федор Сафонов, чье имя и носит теперь школа. Это была первая школа в Российской Федерации, которая была присвоена званием Героя Советского Союза при его жизни. От истории к современности. Школа рассчитана на тысячу учеников. К зданию пристроили новый корпус. Это не только новые классы, но и спальни для самых маленьких учеников, своя школьная типография и спортивные и тренажерные залы. Их обустройство оценил глава администрации города Олег Фурсов и уже сделал замечание по качеству работ. И по окнам тоже, видите, та же тема, вот как их открывать. Вот ребята будут здесь зимой заниматься, батареи больше, чем положено даже, да, три батареи, они достаточно сильно будут разогревать, плюс физические упражнения, дышать будет здесь нечего. Вы думаете, вентиляция не справится? Не справится. Но карантинные сроки еще есть у департамента строительства с заказчиком. Тут в основном проблемы с приточкой, понимаете, вот приточку я не вижу, это все вытяжка. После экскурсии глава администрации встретился с работниками образования, руководителями школ и детских садов. Именно от этих людей зависит, какими вырастут сегодняшние малыши и подростки, отметил Олег Фурсов. А в руках горожан – будущие Самары в целом. В сентябре предстоят выборы в районные советы. Более самостоятельными станут районные администрации, которые получат четкие полномочия и собственные бюджеты. Глава администрации объяснил собравшимся суть реформы местного самоуправления. Самое главное, чтобы люди были настроены на то, чтобы город менялся, на то, чтобы люди представляли, еще раз подчеркнув, трудовые коллективы, могли спокойно и смело смотреть им в глаза, принимая то или иное решение, отстаивая интересы непосредственно своего коллектива, своего микрорайона, своей территории. Олег Фурсов также рассказал о направлениях работы, на которых сейчас сосредоточен муниципалитет. Большое внимание оказывается закупке спецтехники, необходимой для уборки улиц и тротуаров, обновлению подвижного состава пассажирского транспорта, ремонту дорог и благоустройству города в целом. Глава администрации сообщил, что начаты работы по восстановлению турбаз, находящихся на территории Самары. Предполагается, уже в следующем году большое число жителей сможет отдохнуть и оздоровиться, не выезжая за пределы области. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. Небывалый масштаб получил и ремонт дорог в историческом центре Самары. Новый асфальт кладут с опережением графика. Подходит к концу работы по улице Венцика на участке от Максима Горького до Площади Революции. А в сквере на Площади Революции начали укладку тротуарной плитки. Шварцбраун и Кватро Чента. Так романтично и с итальянским налетом называется плитка, которой мастят сквер на Площади Революции. Знаменитый красный асфальт выцвел и пришел в негодность. Теперь Площадь Революции сменит цвет. Для внутренней части используется тротуарная плитка темно-коричневого цвета. По периметру более светлая. Это одна из 13 улиц, на которых в сезоне 2015 года ведется комплексное восстановление. Большая часть средств поступила в город из областной казны. В 2015 году в областном бюджете предусмотрены средства в размере 3 млрд 280 млн. рублей. В том числе городскому округу Самары предусмотрены субсидии в размере 1 млрд 111 млн. рублей. Улицы, которые восстанавливают в сезоне 2015 года, расположены в разных районах Самары, в том числе и самых удаленных, не видящих ремонта десятки лет. Этот объект, улица Венцика вместе с Площадью Революции, один из знаковых, расположенных в исторической части города, активно преображающихся в рамках подготовки Самары к чемпионату мира по футболу. Здесь ведется комплексный ремонт на общей площади более 30 тысяч квадратных метров. Идет замена покрытия проезжей части, плиточное мощение тротуаров, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство парковочных карманов. Для удобства инвалидов по зрению на тротуарах появится тактильная плитка. На сегодня работы по асфальтированию проезжей части практически завершены. В заключительной фазе укладка плиточного покрытия на придорожной полосе и тротуарах. Здесь идет с опережением графика. Идет где-то порядка на 10-15 дней вперед. Идут по графику. У нас в любом случае все работы должны быть завершены к октябрю месяцу. Мы делаем это сегодня быстрее для того, чтобы высвободить дорожный ресурс. В 2015 году сезон дорожного ремонта в Самаре по поручению главы администрации Олега Фурсова стартовал раньше обычных сроков. И соблюдение графиков находится на ежедневном контроле городских властей. Благодаря этому многие объекты уже сейчас находятся в завершающей стадии. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События. Быстро строить можно по китайским технологиям. Вот только они вызывают у населения большие сомнения. Можно ли заливать фундамент на болотистой территории и чем это грозит дамам с многолетней историей? Набоевшие вопросы жители 11 микрорайона задавали на встрече с общественным советом и представителями администрации города. Технология ведения строительных работ стала причиной беспокойства жителей целого микрорайона. Между 15-й поликлиникой и военкоматом возводят две многоэтажки. Все бы ничего, но вот опираться будущие здания будут на бетонную подушку. Дело в том, что местность тут болотистая. И в 76-м году, рассказывают жители, их дома возводились на сваях. Теперь опасаются, что под давлением бетонной подушки вода из-под новостроек хлынет к их домам. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Вот теперь они строят эти два дома по китайской технологии, как они говорят. Они залили фундамент бетоном. Насколько я понимаю в этом, что все болото, оно пойдет все в разные стороны. Потому что они довольно глубоко вырыли, залили бетоном. И я думаю, что не только я, все люди знают, что эта вода пойдет во все стороны. Благодаря проекту «На связи с губернатором» жители озвучили свои опасения и надеются быть услышанными. Получить ответы на свои вопросы, в том числе касаемо благоустройства дворовых территорий. Во главе угла разбивка полисадников, уборка придомовой территории, опиловка деревьев и строительство детских площадок. Контроль за тем, чтобы работы проводились в срок, осуществляет общественный совет микрорайона. Дом выиграл программу «Двор, в котором мы живем». В данный момент там ведется реконструкция двора, то есть обустройство полностью дворовой территории, замена освещения, укладка асфальтового покрытия нового, то есть, соответственно, благоустройство сцены и калды для игры детей в хоккей, то есть зимний период времени. Аналогичные работы до конца лета проведут еще по двум адресам – Старозагора 56 и 64. Такая оперативность стала возможна благодаря тесной работе общественного совета и жителей. Близкая власть – основная цель реформы местного самоуправления, которая активно проходит в Самаре. Уже 13 сентября жители сформируют команду созиданий на выборах в районные советы депутатов. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Высокая трава – это опасный аллерген, рассадник заразы и неэстетичный вид. Взять под контроль поросль и устранить – такое поручение дал первый заместитель главы администрации Владимир Василенко. Наша съемочная группа вместе с ГАТИ объехала самые проблемные районы – Кировский, Промышленный и Советский. Фотография 9 на 12 не на память. Для отчета перед первым заместителем главы администрации Самары Владимиром Василенко. Городская административно-техническая комиссия ежедневно проводит мониторинг территорий и обнаруживает вот такие участки, как возле восьмого дома на Советской. Тропинка к остановке общественного транспорта вызывает у жителей не самые приятные эмоции. Конечно, мешает. Во-первых, красоты нет. Во-вторых, вот это все поросли, у нас красивая такая площадочка была. А сейчас у нас вместо площадки стала травка расти. Ее бы давно надо было срезать и давно бы здесь порядок навести. Мы все-таки живем, нам хочется, чтобы у нас красиво было. Мало того, что высокая трава внешний вид улицы портит, так в нее еще и мусор кидают нерадивые граждане. Сейчас такой период, когда трава высокая, туда мусор бросают, его просто не видно. И для того, чтобы там где-то дать сигнал какой-то управляющей компании, той же администрации, на уборку мусора, его просто не видно. А там могут быть и пищевые отходы, и все это, как бы так, распространение всяких заразных заболеваний. Конец июля, начало августа – период активного цветения амброзии. Трава вызывает аллергическую реакцию у многих людей. Необходимо следить, чтобы она не разрасталась и вовремя проводить покос, тем более, что много времени это не занимает. Это аллерген, страшный аллерген. Естественно, люди, которые больны этим заболеванием, они очень тяжело переносят ее. Поэтому и поставлена задача сегодня пройти дополнительно в местах больших пустырей, в лесопарковых зонах, везде пройти и там, где еще амброзию не скосили, скосили, чтобы не было ее цветения. Возле жилых домов косить траву должны управляющие компании. Незакрепленных территорий в Самаре нет. Там, где заканчивается зона ответственности управляющих организаций, начинается территория контроля администрации районов. Мариана Мирная, Павел Пресняков, Станислав Левин. События. Под усиленный контроль попали пассажирские перевозки. По данным ГИБДД, в Самаре с начала года произошло более 100 ДТП с участием маршрутных автобусов и такси. В дорожных авариях погибли 3 человека, более 120 получили травмы. В большинстве случаев виновниками ДТП стали сами водители автобусов, нарушившие правила дорожного движения. Очередной рейд по пресечению правонарушений прошел в Самаре. Успеть ко времени и любым путем заработать как можно больше денег – главная задача нерадивых водителей. В погоне за прибылью многие из них забывают о безопасности пассажиров. Денис Судаков по пути в Самару из Оренбурга прихватил с собой десяток человек, не имея соответствующей лицензии на их перевозку. А Алижан Харисов везет пассажиров аж из Казахстана. Все документы в порядке. Вот только маршрутное такси не оборудовано специальным прибором – тахографом, предназначенным для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителя. У нас не предусмотрено Казахстане такого. Я не знал, что Россия. При перемещении на территорию другого государства, в том числе и союзного, мы должны руководствоваться все-таки правилами дорожного движения той территории, где мы находимся. И это везде по всему миру. Водители и те, кто их сюда направляет, работодатели, должны обеспечить транспортные средства всем необходимым оборудованием, которое необходимо для освещения международных перевозок. Теперь водителю придется оплатить штраф от одной до трех тысяч рублей. И так будет при любой проверке в России. Пассажиры с такими водителями ездить опасаются и считают, что подобные рейды положительно повлияют на обстановку в целом. Обязательно нужно. Много всяких ездят и в нетрезвом состоянии, и уставшие. Поэтому нужно. Я тоже считаю, что документы должны быть в порядке. Но автобус чистый, водитель всегда опрятный. Мы за, что мы проводим такие рейды. За шесть месяцев текущего года на водителей автобусов и маршрутах такси было составлено более 15 тысяч протоколов за различные нарушения ПДД. Павел Баймаков, Илья Овсянников, Павел Пресняков. Небо забирает лучших. В Самаре простились с летчиком, инструктором, главным конструктором авиационного предприятия Михаилом Козловым. Вместе с пилотом-спортсменом Сергеем Балабановым он разбился на самолете Як-52, который 25 июля потерпел крушение в селе Утевка Нефтегорского района. На церемонии прощания побывала и наша съемочная группа. Эти кадры, на которых запечатлен момент крушения самолета Як-52 в селе Утевка, уже облетели всю страну. Экипаж – летчики Сергей Балабанов и Михаил Козлов. С Балабановым родные и близкие простились накануне. Затем прошла гражданская панихида по Козлову. По воспоминаниям друзей и коллег, Михаил был человеком необычайно обаятельным и скромным. Несколько лет был главным конструктором на авиационном предприятии. Устройство и поведение самолетов в воздухе знал на зубок. Дела, начатые Козловым на заводе, товарищи по цеху обещают довести до конца. Он является совестью нашего коллектива. Это не просто гениальный инженер, это не просто наш любимый главный конструктор, человек – это душа коллектива. Дела, начатые совместно, мы обязательно продолжим и завершим. «Горные лыжи» – авторская песня. Михаил Козлов блистал не только в небе, но именно там удивлял и восхищал всех вокруг. Козлов входил в состав пилотажной группы ДСААФ, выступления которой с нетерпением ждали на всех крупных торжествах. 9 мая в день ВМФ на авиафестивалях петли Нестерова, бочки и кобры заставляли замирать сердца тысяч зрителей. «Летал очень великолепно. Как у нас частенько говорят, летал как бог. Крайний полет наш с ним как раз в групповом пилотаже именно был на Грушинский фестиваль. Мы как раз именно с ним выполняли вот этот полет. Его всегда место было как раз слева. Мое было позади, я всегда видел его. И вот тут, конечно, совместная наша работа с ним была очень замечательная». Яркая и бьющая через край жизнь, ставшая примером для многих, готовых к риску и приключениям, одно из самых главных достижений Козлова. Коллеги, друзья и все, кто просто знаком с его судьбой, уверены, его смелости и жизнелюбию стоит позавидовать. На таких, как Михаил Козлов, нужно равняться. «Такие люди всегда являются примером для других, ярким примером, как надо проживать свою жизнь, чему надо стремиться, отходить, может быть, от какой-то мелочности, суеты. Такие люди, они и оставляют наиболее яркий след и в сердцах своих друзей, знакомых, родных, близких». По словам жителей села, в утевку Михаил Козлов прилетал нередко. Продемонстрировать фигуры высшего пилотажа своей матери, тоже летчице. Никто из сельчан не предполагал, что этот полет закончится так трагически. Что стало причиной крушения самолета и гибели самарских летчиков, специалистам еще предстоит выяснить. Предположительно, к катастрофе привела ошибка пилота при выполнении одной из фигур высшего пилотажа и, как следствие, потери высоты. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Это были все городские новости, а у меня еще экономика. Не переключайтесь. Физики уже знают, что происходит с телом, попавшим в черную дыру. Но никто не знает, что происходит с деньгами, попавшими в систему ЖКХ. Чтобы хоть как-то разобраться в этом вопросе, депутаты-коммунисты предложили изменить концепцию действующего жилищного кодекса и возложить на бюджет нагрузку по оплате капитального ремонта жилых многоквартирных домов. По мнению авторов, справедливое распределение финансовой нагрузки таково. 15% дают граждане, 85% – государство. Если коротко, то депутаты хотят установить сроки накопления и расходования фонда капитального ремонта. Предлагается пятилетний срок. Тут же как получается. Вы живете в доме и платите, но когда будет сделан ремонт – не знаете. Возможно, вы к этому времени уже переедете в другое жилище, и получится, что вы заплатили, а услугу не получили. Поэтому и предлагается установить срок накопления денег. Но не все согласны с предложением. Единороссы считают, что надо оставить все как есть и подождать. Вот только сколько ждать – неясно. Бездетным семьям предлагают выдавать пособия. Идея от самого Владимира Вольфовича Жириновского. Разумеется, деньги будут строго целевыми, и направить их можно только на лечение бесплодия. По идее, это поможет повысить рождаемость. Ведь не у всех пар хватает денег на лечение бесплодия. Но в предложении предусматривается вопрос возможного нецелевого расходования. Но пока этот механизм не ясен. А еще Жириновский вспоминает о старом советском налоге на бездетность. Вот только этого еще гражданам не хватало. В Нижнем Тагиле туристам дадут пострелять из танков. Местные турфирмы создают специальный военный маршрут. Соответствующее соглашение планируется подписать с Ростуризмом. В маршрут войдет посещение танкового полигона «Старатель» и возможность всем желающим пострелять из разных видов оружия. Кроме посещения полигона, туристический маршрут будет включать в себя экскурсию по музею бронетанковой техники. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС снизился, индекс ММВБ в полюсе на отметке 1587 пунктов. В аутсайдерах – МВидео, Полиметалл, Акрон и группа Пик. Среди лидеров Роста – акции «Полюзоло», ТГМК, Норильский Никель и ТМК. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Накануне торги на европейских и американских площадках проходили по медвежьему сценарию на новостях о коллапсе на китайском рынке. Сегодня утром азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику. Нефть по-прежнему дешевеет. На сегодня это все. Удачи в делах.